Татьяна Старостина, участковая медсестра Переславской ЦРБ. В профессии уже 13 лет. Добрые волшебники в белых халатах восхищали ее, еще будучи ребенком. Мечта детства стала делом всей жизни. Каждый день убеждается в правильности сделанного выбора. Я не жалела о выборе своей профессии. Но бывало такое, что приходилось в себе что-то пересматривать, а правильно ли ты сделал этот выбор. Но, приходя к выводу, я понимала, что все-таки правильно сделала выбор, и я на своем месте. Доверие пациентов, уважение коллег, переживания родных. Сейчас Татьяна на передовой, как и все медработники страны. Каждый день совершает обходы людей на карантине. Риски велики. Признается, волнение есть, но скорее не за себя, за родных. У меня на данный момент одна мечта. Я хочу увидеться, наконец, со своими родственниками, без масок, и обнять их. Вот именно обнять. Не на расстоянии двух метров пообщаться, а обнять. А дальше будем жить и строить дальнейшие планы. Ежедневная задача – проверить соблюдение режима людьми, которые находятся на карантине, и узнать об их самочувствии. Делают это вместе с правоохранительными органами. Мы работаем по призванию и отдаем полный отчет, что в таких ситуациях мы должны приходить людям на помощь. А кто, как не медицина, и вот мы с правоохранительными органами тоже осуществляем этот рейд. Поэтому с той целью, чтобы обезопасить основной народ. А температуры ни у кого нет, да? Кашля нету. Измеряете утром, вечером температуру. Если какие-то подозрения, то звоните в поликлинику, в регистратуру тогда вызываете врача. Адрес за адресом, день за днем. На сегодня в Переславле 11 квартир, где проживает 20 человек. Если не застали дома, приедут снова. Не обходится и без нарушителей режима. Тут же проводят беседы и срочно отправляют домой. В адресах не только многоквартирные дома, но и частные. Разговаривать приходится не по домофону, а лично, соблюдая безопасную дистанцию. На протяжении рабочего дня личные переживания уходят на второй план. На первом всегда здоровье пациентов. Давайте будем друг другу добрее, берегите себя и будьте здоровы. Относиться к рекомендациям самоизоляции стоит с пониманием, ответственностью и без пренебрежения. Врачи и медсестры, герои нашего времени, остаются на передовой ради нас всех. А вы оставайтесь дома ради них. Анастасия Жираевна, Ксения Старцева. День в событиях.